Это утро, похоже, навсегда останется в памяти жителя Туркестана Жандоса Нарымбае. Ведь проснулся он от сильного грохота работающей техники. Открыв глаза, парень понял, что сносить начали его дом. Спешно разбудил брата и вместе с ним выбежал на улицу. Говорит, счёт шёл на минуты, ведь крыша жилища могла валиться в любой момент. Мы проснулись от сильного грохота, позвонили брату, владельцу этого дома. Он сказал, что никакого разрешения на снос не подписывал. Я тут же потребовал у них список, но они мне его предоставить не смогли. Работы же по сносу продолжались, и мы от безысходности начали собирать вещи. Так и не поняли, что происходит. Устали ругаться. Новость о сносе застала врасплох. Маму Жандоса, увидев своё полуразрушенное жилище, женщина потеряла сознание. Тут же пришлось вызывать карету скорой помощи. Сотрудники местного Акимата, пожалуй, единственные, для кого визит тяжёлой техники не стал неожиданностью. Они уверяют, что владельцев о грядущем сносе предупреждали. Люди не понимают, то есть не хотят понимать. Всё зависящее от нас мы сделали. С несогласными с суммой компенсации мы готовы встречаться снова и снова. Этот вопрос решится в законном порядке. Вечно продолжаться это всё не будет. Всего возле мавзолея Ходжи Ахмета Исауи планируется снести свыше 150 домов. Более 85 уже демонтированы. Расстаться с жильём готовы остальные. Но только в случае адекватной компенсации. За квадратный метр им предлагают от 55 до 90 тысяч тенге. Сумма занижена, утверждают местные жители. Ведь земля возле мавзолея всегда была в цене и пользовалась спросом.